Проксима Би, похожая на Землю экзопланета в нашем ближайшем космическом окружении, привлекает внимание астрономов и любителей космоса с момента своего открытия. Эта увлекательная планета, вращающаяся вокруг звезды Проксима Центавра, предоставляет ключевую информацию об условиях жизни на других мирах, и, возможно, мы нашли там жизнь. Телескоп Джеймса Уэбба теперь дает самое четкое изображение Проксимы Би, и оно потрясающе. Сверхновая планета Проксима Би — увлекательная экзопланета, вращающаяся вокруг звезды Проксима Центавра, всего в 4,2 световых годах от нас. Две вещи делают эту планету по-настоящему необычным объектом — ее сходство с Землей и близость к нам. Представь, что мы получили окончательное доказательство того, что на ней обитает внеземная цивилизация. Далеко в космосе у нас не было бы возможности установить контакт. На передаче сигналов ушли бы сотни или тысячи лет, но мы могли бы посылать на Проксиму Би радиосигналы, которые можно было бы услышать и ответить на них за сравнительно короткое время. Впервые планета была открыта в 2016 году, и Проксима Би стала одним из первых кандидатов на обнаружение внеземной жизни. Ее орбита лежит в обитаемой зоне своей звезды, а значит в регионе, где условия потенциально могут допускать наличие жидкой воды на поверхности планеты. Идея о том, что Проксима Би может быть миром, с океаном и атмосферой, и возможно даже жизнью, захватила не только ученых. После того, как открытие было обнародовано, новости пошли на расхват, и миллионы людей проявили энтузиазм по поводу этого странного мира в нашем космическом соседстве. Хотя Проксима Би находится гораздо ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, она способна поддерживать органическую жизнь. Звезда Проксима Центавра – небольшой красный карлик, а потому гораздо холоднее нашего Солнца. Возможно, на Проксиме Би условия настолько похожи на земные, что эту планету можно назвать так называемой Супер-Землей. Может ли эта далекая планета стать будущим местом поселения людей, если Земля станет непригодной для жизни? Все надежды на ответы на эти вопросы теперь возлагаются на космический телескоп Джеймс Уэбб, ведь этот Супер-телескоп способен исследовать экзопланеты точнее, чем любой другой телескоп до него. Какие детали может обнаружить Джеймс Уэбб? Космический телескоп Джеймса Уэбба, или сокращенно JWST – это технологическое чудо, которое устанавливает совершенно новые границы в исследовании космоса. Благодаря передовым технологиям и сверхтонким инструментам, он был специально разработан для того, чтобы раскрыть самые глубокие секреты Вселенной и разгадать величайшие тайны космологии. Обнаружение экзопланеты, поиск их сходства с Землей – одна из трех основных задач миссии Джеймс Уэбб. Разумеется, сюда входит и детальное наблюдение за Проксимой Би. Одной из выдающихся особенностей JWST является его огромное первичное зеркало, состоящее из 18 сегментов, похожих на соты диаметром 6,5 метров. Это зеркало значительно больше, чем у космического телескопа Хаббл, и позволяет телескопу захватывать гораздо более тусклые и удаленные объекты. Размер зеркал имеет решающее значение, когда речь идет о сборе крайне слабых световых импульсов, а это, в свою очередь, многократно увеличивает разрешение и чувствительность телескопа. Будь то первые звезды и галактики в космосе или слабые световые импульсы, рассеиваемые экзопланетами, Джеймс Уэбб прекрасно улавливает эти минимальные световые излучения и впервые собирают их в четкое изображение. Конечно, экзопланеты не излучают никакого собственного света, они лишь в определенной степени отражают свет своих звезд. Экзопланеты – это чрезвычайно маленькие точки в просторах космоса, где даже звезды становятся точками. Мы бы вообще не смогли их увидеть, если бы два обстоятельства не свидетельствовали об их существовании. Во-первых, они слегка затмевают свою звезду, когда проходят перед ней, а также минимально изменяют гравитацию и, соответственно, вращательную орбиту своих звезд из-за собственной силы тяжести. Астрономы и инженеры разработали такие телескопы, как Кеплер, специально для обнаружения этих крошечных отклонений. Хотя за время своей работы он смог обнаружить сотни экзопланет, более тщательно проанализировать окружение планет пока не удавалось. Теперь ситуация меняется благодаря JWST. Новый супертелескоп работает с четырьмя основными инструментами. Камера ближнего инфракрасного диапазона НИРКАМ, спектрограф ближнего инфракрасного диапазона НИРСПЕК, прибор ближнего инфракрасного диапазона НИРИС и прибор среднего инфракрасного диапазона МИРИ, впервые способны снимать и точно анализировать невероятный спектр света различных диапазонов длин волн. От видимого света до среднего инфракрасного эти приборы могут собирать свет даже от далеких или очень темных планет и обнаруживать свидетельство существования элементов и различных молекул в диапазоне длин волн света. С помощью этих технологий можно выяснить, какие экзопланеты вообще имеют атмосферу, показывают признаки породы и жизненно важной воды или кислорода. Мы даже сможем определить примерную температуру экзопланет. NIRCam, основная система камер JWST, сыграет решающую роль в изучении экзопланет, подобных Proxima b. Она отлично подходит для транзитных наблюдений, когда измеряется яркость звезды, когда планета проходит перед ней. Эти измерения также могут дать информацию об атмосфере планеты. NIRSPEC дает возможность разделить свет от объекта на различные длины волн, чтобы определить его химический состав, температуру и другие свойства. Это будет крайне важно для анализа атмосферы Proxima b и поиска химических признаков, указывающих на наличие жизни. Мири улавливает свет в среднем инфракрасном диапазоне и позволяет наблюдать более теплые объекты во Вселенной. А еще Мири может делать кое-что другое, что приведет тебя в восторг. Этот сверхтонкий измерительный прибор может обнаружить искусственные световые сигналы, исходящие от Proxima b. Хотя Мири не сможет обнаружить ни одной лампочки, горящей где-нибудь в инопланетном доме, световые выбросы больших городов или других сильных источников света, таких как освещение промышленных предприятий или аэропортов, не будут проблемой для этого прибора. Сочетание этих инструментов вместе с огромной светособирающей способностью первичного зеркала делают JWST суперзвездой среди телескопов. Возможность запечатлеть мельчайшие детали экзопланет, подобных Proxima b, и возможно даже обнаружить признаки искусственного освещения или другие свидетельства существования развитых цивилизаций, делает огромный шаг вперед в поисках жизни в космосе. Благодаря JWST мы вступаем в совершенно новую эру астрономии и, наконец-то, получаем ответы на некоторые из наших самых старых вопросов. Первая цель – LHS-475b. 31 августа 2022 года космический телескоп Джеймса Уэбба с помощью своего спектрографа ближнего инфракрасного диапазона наблюдал экзопланету LHS-475b. Это сделало LHS-475b первой экзопланетой, официально подтвержденной JWST. Подтверждение в данном случае означает, что измерения впервые дали абсолютную уверенность в том, что LHS-475b действительно существует и что это экзопланета. LHS-475b также имела бы задатки Суперземли. Это небольшая каменистая планета, которая по размеру почти точно такая же, как наша Земля, и находится всего в 41 световом году от нас. Интересно, что LHS-475b находится ближе к своей звезде, чем любая планета нашей Солнечной системе к Солнцу. Несмотря на такую близость, планета может иметь атмосферу и, возможно, приютить жизнь из-за более низкой температуры своей красной карликовой звезды. Что же JWST обнаружил в этом мире? Удивительно, но при изучении LHS-475b JWST не смог обнаружить в световом излучении ни одного заметного количества какого-либо элемента или молекулы. Вполне вероятно, что у планеты нет атмосферы, а значит, шансы на присутствие там высших форм жизни также невелики. Хотя планета оказалась довольно скучной, этот тестовый запуск имел огромное значение для остальной части миссии. Полученные результаты демонстрируют способность JWST проводить детальный электроскопический анализ экзопланет. Эта возможность имеет решающее значение, когда речь идет о химическом составе и потенциальной обитаемости Проксимы-Би. Миссия JWST к LHS-475b стала для астрономов отличной возможностью протестировать новый телескоп и поискать признаки атмосферы экзопланет. Помимо воды, исследователи ищут следы углекислого газа или биомаркеры, такие как газы или молекулы, выделяемые формами жизни. ОБИТАЕМОЛИ WASP-39b WASP-39b – еще один экзомир, который был внимательно изучен космическим телескопом Джеймса Уэбба. В отличие от LHS-475b, впечатляющее наблюдение дало целый ряд измерительных данных. Теперь мы знаем. WASP-39b – горячий газовый гигант с атмосферой, состоящей из воды, облаков и дымки. Присутствие очень специфических молекул газа стало заметно благодаря тому, что телескоп смог обнаружить небольшие уменьшения яркости определенных световых-цветовых спектров. Каждый газ и каждый элемент имеют типичную подпись в рассеивании света. Представь, какой это подвиг обнаружить даже такие небольшие вариации в том минимальном количестве света, который мы имеем от миров вроде WASP-39b. На диаграмме состава атмосферы WASP-39b показаны четыре спектра пропускания, записанные тремя приборами JWST в четырех разных режимах работы. Данные, полученные с помощью приборов Near-Infrared Imager и Slitless Spectrographer, показывают следы калия, воды и угарного газа. К сожалению, жизни здесь не было, но точность измерения — это важный шаг в исследовании экзопланет и большое достижение человеческих технологий. Проксима B. Что мы нашли? В вымышленном будущем JWST в конце концов направит свои сложные инструменты на Проксиму B. JWST сможет проникнуть в атмосферу Проксимы B с помощью своих спектрометров и предоставить нам подробную информацию о ее составе. Возможно, он обнаружит признаки воды или даже сложные органические молекулы, свидетельствующие о наличии жизни. Возможно, телескоп предоставит нам доказательства связанного вращения Проксимы B. Это означало бы, что на этой планете экстремальные климатические условия. Одна сторона всегда ярко-горячая и весьма вероятно враждебная для жизни, а другая находится в постоянной темноте и леденящем холоде. Однако, весьма вероятно, на Проксиме B есть и умеренная промежуточная зона, где условия подходят для жидкой воды и, возможно, даже жизни. Представь, что ты живешь на планете, где пригодной для жизни является только полоса вокруг своеобразного вертикального экватора. В одном направлении она становится светлее и жарче, а в другом темнее и холоднее. Это было бы сродни движению к полюсам, которые на самом деле являются враждебными местами для нас людей. Прибор Мири может обнаружить световые сигналы неестественного происхождения, а также свидетельства наличия воды и биосигнатур. Мультимиллиардер Юрий Миллер, который является одним из главных спонсоров миссии CETI Breakthrough Listen, хочет в следующем десятилетии запустить нанокосмический аппарат, который полетит в систему Проксимы и детально изучит возможные землеподобные планеты там. Не пропусти предстоящие топовые видео и подпишись на канал прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова